Приветствую вас, Юлия. Да, к сожалению, я не знаю, кто вы, ребёнок был, да, то есть я не знаю, мама ли вы для ребёнка, или может быть, кто-то другой, например, там, сестра ребёнка или родственник, вот. Но давайте возьмём в общем, предположим, что вы не мама, а вот просто есть такая проблема, да, ну просто такая проблема есть, и мы как-то постараемся эту проблему решить, да, допустим. Значит, смотрите, если кто-то что-то говорит в крючах, значит имеет место всегда быть сдерживание. Вот именно фактор сдерживания, когда именно происходит сдерживание своих эмоций, своих чувств, желаний, то возникает то, что потом происходит сгоряча. Поэтому нужно признать маме, что есть проблема. Ну просто вот, что есть проблема, что проблема существует какая-то. Например, проблема там может быть, допустим, в том, что маму там, не знаю, задевает то, что ребёнок её не слушает. Ну, к примеру, просто я сейчас, первое, что пришло в голову, вообще, придумал, абсолютно, вот, первое, просто, первое, попался. Ну и допустим, например, проблему, в первую очередь, в первую очередь, потому что проблема существует, вот, скорее всего, реально существует проблема. и донести эту проблему до ребёнка. Вот. Ну то есть постараться донести, 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 значит, проблему до ребёнка, чтобы он увидел, что дело не в нём, чтобы он увидел, что дело не в нём, чтобы он увидел, что проблема не в нём, что проблема кроется в, ну вот, у вас что-то, ну, у вас есть некоторые трудности, да? Вот. То есть, грубо говоря, как-то вот перебросить вектор. Перебросить вот этот момент, чтобы ребёнок не думал, что проблематика в нём. Ну она, в принципе, правда, не в нём, вот. А пока что ребёнок, я боюсь этого, не понимает, вот. Он этого не понимает, и он думает, что проблема в нём, естественно, там, все чайку вины и всякое такое, это его, конечно, сейчас гложет это, в принципе. Нормально. Винить себя за произношение не нужно, ни в коем случае. Вот, ну, проблему решать, конечно, нужно, потому как сама по себе она не решится, это сто процентов. Не решится, или повторится, если ничего не делать с этим. Вот, то есть, вопрос здесь заключается в том, что вы сами конкретно готовы сделать, для того, чтобы ситуация не повторилась, что вы сами готовы сделать. Если готовы, то замечательно. Супер. Нужно тогда работать. Научиться адекватно выражать свои мысли, научиться адекватно выражать свои чувства, эмоции. Вот, и все будет потихонечку налаживаться. Вот, с ребенком стараться найти общий язык, скажем так, да? То есть, здесь можно научиться безконфликтным моделям общения, чтобы это не приводило к конфликтам, да, каким-то, обидам, там, ну, ссорам и так далее. То есть, это вот то, что, в принципе, ну, то, что можно решить, как мне кажется. Вот, и где-то нарешить при вашем желании, что ли только. То есть, это, ну, это не решается по-другому. Нужно, чтобы, эээ, чтобы вы сами тоже хотели. Вот. Тогда, что будет на вашу? Ну, по объему вашего текста, это у меня некоторые, некоторые сомнения в том, что вы готовы что-то менять. Ну, я могу ошибаться в любом случае, но я надеюсь даже, я надеюсь, что я, не прав, не прав. Вот, но практика, опыт показывает, что, ну, что вот, поскольку вы довольно-таки мало информации о себе предоставили, да, вот, то вполне вероятно, что вы не совсем готовы над собой работать. Ну, это повторюсь, я так думаю, вот, может быть, я не прав. Вот. Ну, давайте, наверное, на этом сейчас закончим, да, надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вы сделаете для себя какие-то выводы. Разберете для себя хотя бы, хотя бы для себя разберете, какая, какая проблематика может быть, да, то есть вот, ну, в принципе, что вот представляет от себя. Это проблематика вообще ваша, и для себя. Вот, из-за чего, собственно, визит сфербор� Armenquil dan, то есть, ну, из-за чего конфликты пошли. у вас с ребенком, например, ну вот, и соответственно, тогда уже можно будет, ну тогда вы, во-первых, и сами решите, да, хотите ли вы что-то делать, сами решите, желаете ли вы разбираться в этой ситуации в принципе или нет. Вот. И дальше уже можете как-то определить, да, значит, что вам нужно глобально вот с психологом, вот, потому что, ну тут тоже нужен некоторый ориентир, да, на вопросы, вот, с которым уже нам нужно будет работать, нам психолог. Вот. А без этого, ну, не совсем реально как-либо вам помочь, да, без этого не совсем реально что-то для вас сделать, к сожалению. Вот. Поэтому я бы очень хотел, чтобы вы вот этот момент постарались учесть, когда мы говорим о решении проблемы. Вот. Вот, значит, то, что я в принципе хотел бы, наверное, вам сказать, ну вот на данный момент, только на данный момент, то есть хотел бы вам дать пока что. Вот. Вот. Больше, именно больше можно будет после работы с вами, то есть вот именно, ну, именно больше можно будет после того, как будет проведена работа, после того, как будет проведена некоторая диагностика, да, вот, проблематики вашей. Тогда уже можно будет, ну, более конкретно говорить. Вот. Сейчас пока только так, такая, только, ну, общая информация, скажем так. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, ага, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом.